Девушки отдыхают 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 через мою жизнь. Поскольку ты живешь, у тебя могут быть ощущения, что ты ненужный, ты бесполезный. То, что ты делаешь, оно безрезультатно, никчемно. И тогда бывает ощущение, что ты словно в воду в ступе молишь и молишь, и толку никакого нет. И у нас много вопросов. Ну, Господи, вот зачем я здесь? Если там так прекрасно на небесах, что ж ты меня не заберешь-то скорее, да? Зачем я здесь, да? Ты здесь, потому что ты нужен Господу. Ты не случайно здесь. Ты не какой-то вот случайность какая-то. Ты здесь по воле Божьей. И у Бога есть призвание для каждого из нас. И пока это призвание не исполнится, Бог не заберет тебя с этой земли. И поскольку ты сейчас находишься здесь, вы обратили внимание, что у нас сегодня не на кладбище собрание, да? Поскольку ты находишься здесь, значит, то, что Бог желает совершить через тебя, еще не завершено, не исполнено. Еще есть что-то, что ты должен сделать. И вы знаете, когда ты думаешь об этом, то как бы не было пусто, как бы не было порой тоскливо, это наполняет нашу жизнь смыслом. И вот когда вот мне лично тяжело, и когда, как поет Макаревич, нет ни слов, ни музыки, ни сил, я вот всегда вспоминаю, поскольку Бог меня не забрал этой ночью, поскольку не сбежали все в комнату и сказали, «А папа-то наш уже умер». Я проснулся, Бог дал мне время, значит, я здесь, по крайней мере, ему нужен. Скажи ближнему, ты здесь кому-то нужен. И я тебе точно скажу, стопроцентно скажу, что ты нужен не только ему, но еще кому-то здесь на земле. Если бы ты был нужен только ему, ты бы уже был давно прямо лицом к лицу с ним. Но поскольку ты еще не там, ты нужен не только ему, ты нужен кому-то здесь на земле. Сделай так палец на себя. Скажи, я здесь кому-то нужен. Поэтому давай не смей унывать, не смей там печалиться, не смей там в тоске сидеть, печальные песни петь. Ты здесь кому-то нужен. Вот умрешь, будем веселиться все. Слава Господу. Бог-то забрал его от нас. А поскольку ты здесь, ты здесь кому-то нужен. И вот я хочу сегодня поговорить. Такое вроде бы веселенькое вступление к невеселенькой истории. Давайте откроем бытие 3 главу, 15 стих. Помните, да? Это история, 3 глава. С нее все и началось, в принципе, да? То есть не все началось с нее, но с нее вот тут началось, что началось. И не могло быть, без нее ничего. То, как сегодня есть. И вот смотрите, история о грехопадении. Грехопадении. Грехопадение. Тут же было наказание Божье, да? Когда Бог сказал, да? Адам, где ты? И помните, там началась перепиралочка, кто виноват. Адам говорит, это жена, она виновата. Жена говорит, тут в зоопарке живем, а муж все время на работе, а мне надо с кем-то разговаривать. И в конце, ну, каждому Бог дал определенное наказание. Но вы знаете, что интересно? Хотя вот эта третья глава является одной, наверное, из самых трагичных и печальных глав священного Писания. Глава, рассказывающая о грехопадении. Но что очень важно, вот среди самого мрака, среди самой тьмы у Бога всегда есть какая-то звезда, то есть какая-то надежда, какой-то свет. То есть никакая трагедия в Библии не заканчивается безнадежностью. Бог всегда дает надежду. И именно в этой третьей главе есть потрясающее обетование, которое считается чуть ли не первым таким явным обетованием, обещанием о прихода Мессии. И вот смотрите, третья глава, 15 стих. И вражду положу между тобой и женой. Поэтому мы и ссоримся, правильно? Кто жена? И вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. И вот посмотрите, это обетование о том, что придет семя, то есть Бог сказал, придет семя, придет потомство, которое в конце концов поразит змея в голову, дьявола в голову. И вот это обетование было в сердце. В сердце у Адама и в сердце Евы. Они слышали, они знали, и они это приняли. И вот мы с вами переходим к четвертой главе. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля, и был Авель, пастырь овец, а Каин был земледелец». Вот некоторые богословы вообще даже считают, что поскольку написано один раз, один раз Адам познал Еву, а родила она два раза. Они вообще считают, что Каин и Авель были близнецами. Есть вот такое богословское мнение. Ну, честно сказать, ну, не знаю точно, были они близнецами, но одно мы можем точно сказать, они были братьями. И вот смотрите, дальше история говорит о том, что эти братья, Каин и Авель, принесли жертву Господу. Бог на жертву Авеля призрел, на жертву Каина не призрел. И Каин начал косо смотреть на Авеля. В конце концов, мы знаем, к чему это привело. Это привело к тому, что Каин убил Авеля. Вы знаете, это очень любопытно, что самый первый, такой серьезнейший конфликт между людьми начался на, это парадоксально, на почве служения Господу. Оба они служили, оба они приносили дар. и на основании этого один стал завидовать другому и убил другого. То есть, сама по себе религия, само по себе то, что человек считает себя религиозным, признает существование Бога и даже говорит, что он в него верит, это еще не делает человека Детем Божьим, наполненным светом и наполненным благодатью. Порой в религиозной среде поднимается мракобесие, поднимается злоба, поднимается ненависть, поднимается нетерпимость. И я вам скажу честно, иногда, когда я смотрю и слушаю людей, которые позиционируют себя как служители Божьи, мне кажется, что это больше отталкивает людей от Христа, чем и привлекает к Иисусу Христу. Это больше для них какое-то отторжение от Бога, потому что вроде бы говорят о Боге, но с такой бывает агрессией, с такой ненавистью, с такой нетерпимостью, с такой непримиримостью, так любят запугивать адом, грехом всевозможным. То есть ты приходишь и думаешь, мне и так плохо было, после такого еще хуже стало. поэтому быть религиозным и быть в единении с Господом совершенно не одно и то же. Можно якобы служить Богу и какие-то ему дары приносить, как-то ему жертвы приносить, но при этом внутри быть полным злобы, быть полным ненависти и быть полным агрессии, правда же? Поэтому драгоценные мы не просто люди, которые как бы поделены с вами на две части. Вот мы как бы, как вот я помню, я как-то рассказывал, и мы во дворе, когда был маленьким мальчиком, когда мы играли во дворе, как правило, мы играли в войнушку и как правило, мы играли во Вторую мировую войну, то сейчас было немцами, фашистами, а часть были наши. И вот мы должны были поделиться, конечно же, никто не хотел быть фашистом, никто не хотел быть за врагов, все хотели быть за наших, поэтому мы бросали жребий, ну и жребий решал, кто за одну команду, вражескую, а кто за своих играет. Но по существу мы все были одинаковые. Мы были одинаковые ватага ребят из двора Верхеседского района. Так вот, просто так бы жребий нас поделил на две части. И иногда кажется, что точно так же между верующими и неверующими, благодаря какому-то жребию, случайностью, что как-то вот одного пригласили в церковь, и он теперь ходит в церковь, а другого как-то вот не удосужились пригласить, и он не ходит в церковь. Вот мы как бы поделены на верующих людей и неверующих. И мы как бы все на самом деле одинаковые, просто кто-то ходит в церковь, а кто-то не ходит в церковь. В действительности драгоценное все, Слово Божье говорит, что вера, это не просто, что ты как бы из одного лагеря переходишь в другой лагерь. Был там белым, стал красным. Нет, вера это некое внутреннее перерождение. Поэтому апостол Павел и говорит, тот, кто во Христе, тот новая тварь. Это не то, что мы как бы жили, носили черные одеяния, теперь мы переходим, одеваем белые одеяния, но продолжаем жить по-старому. Жизнь должна меняться, поэтому мне очень нравится. У нас название церкви какое? Новая жизнь. И так хочется, чтобы новая жизнь стала реальностью, а не просто красивым лозунгом. Новая жизнь, да? Мы не просто как бы те же самые старые люди, которые продолжают ходить в церковь. Такого немало, но, к сожалению, такое является больше антирекламой христианства, чем проповедью Евангелия и привлечением людей в Божье царство. Как я помню стихотворение, которое с детства меня забавляло на исходе века, оно еще написано в 20 веке было. На исходе века взял и не спроверг злого человека, добрый человек, из гранатомеда, на, и нет козла. Стало быть, добро-то посильнее зла. И вы знаете, вот такое отношение, да, что мы тут за добро порвем всех, мы тут за Иисуса уничтожим всех, смешно, но это, к сожалению, печальные страницы христианской истории. Крестовые походы, инквизиция и прочее, прочее. Когда люди считали, что они за свет могут совершать те же самые грязные дела тьмы из гранатомета всех во имя света, во имя добра, во имя любви. Так мы не просто перешли с одной стороны на другую сторону, мы стали новым творением. Посмотри на ближнего, он новый или что-то старое такое творение там в нем? Скажи, кто во Христе тот кто? Апостол Павел говорит, новая тварь. Поэтому ты не имеешь права быть старой тварью. Новая тварь. Тварь пока еще, но уже слава тебе Господи. Новая. Древняя прошла, да? И вот мы видим, там люди служили Господу, да, но вот во имя Господа, что так как-то вот я тоже хочу служить Господу так по-настоящему, чтобы не было там никаких конкурентов, которые бы отвлекали от моего потрясающего служения и внимания Господа к себе. Нужно лучше уничтожить всех этих конкурентов. И вот это произошло. И вы знаете, очень часто, когда мы разбираем эту историю, невеселую на самом деле, конфликта между Кавеном и Авелем, конфликта, который вырос в убийство, то мы чаще всего смотрим, конечно же, это с позиции самих братьев. Но я помню как-то, когда я читал это местописание, я стал на него смотреть с позиции родителей Адама и Евы. Вот представьте себе, да, вот эта семья прошла через многое. Они потеряли Эдемский сад. У них пришло, даже трудно себе представить. Вот я вам честно скажу, я порой пытался представить, как это люди, которые жили в Эдемском саду и жили в единении с Господом, вдруг, условно, провалились из этого Эдемского сада совсем в другой мир, в другую жизнь, где даже устройство было по-другому. Трудно себе представить. Но тем не менее, как я говорил, Бог дал им надежду. И вот представьте себе, вот Ева, несмотря на всю трагедию, всю печаль потери Эдема, внутри хранило это слово, что твое семя, твое потомство поразит дьявола в голову. То есть твое потомство возьмет реванш вот за всю ту трагедию потери Эдемского сада. И вот представляете, когда у них родились сыновья Каин и Авель. Мы любим детей, Бог заложил в нас вот эту буквально на физическом даже уровне и, конечно же, на внутреннем уровне вот эту любовь к своим детям. Хотя, конечно, грех и это порой искажает сегодня, нередко, да? Вот они любили детей, но для Евы это же были не просто даже вот их, ее любимые дети, ее любимые мальчики. Для нее это было исполнением Божьего обетования, твое потомство, твое семя. И вот уже это потомство. Мы все хотим, чтобы наши дети были лучше нас. Ну, если мы нормальные, конечно же. Я хочу, чтобы мои дети были более счастливыми, чем я. Я хочу, чтобы мои дети были более успешными, чем я. Хочу, чтобы мои дети были более благословенными, чем я. И вот они смотрели, да, вот на этих детей и помнили про потерю Эдема и верили, что вот эти дети как раз и должны взять реванш, и через них дьявол, этот древний змей, должен быть побежден прямо в голову. То есть это было не просто прекрасно по-человечески, в этом был глубинный духовный смысл. Вот оно семя, вот оно обетование растет. И они смотрели на них вот с надеждой, с надеждой, что они должны вернуть то, что потеряно, и победить там, где они, родители, в свою очередь проиграли. И вот они растут, эти мальчики. Вот они мужают, вот они подростки. Вот они уже юноши. Их будущее, их надежда, их духовное восстановление, да, человечество в них заложено. И вдруг в один момент один из них мертвый, а другой убийца, изгнанник, который скитается по земле. Вообще, пережить своих детей, это считается огромной бедой. Не случайно даже, вот я думаю, многие слышали, да, когда вот говорят, что вот если умерли родители, у ребеночка, да, называется сирота. Если умер супруг или супруга, да, вдовец или вдова. Но нет названия человеку, у которого умирают дети. Потому что так не должно быть. Мы не должны переживать своих детей. Так не должно быть. Это неправильно. И вот, смотрите, они переживают своих детей. Но, как я сказал, для них это двойная трагедия. С одной стороны, трагедия чисто человеческая, это для них. Как потеря родных, близких. Тех, кого воспитывал, заботился, пока были маленькими, да. А с другой стороны, это потеря Божьей надежды, Божьего обетования. Как семя может победить дьявола, если семя оказалось таким. Один сын умер, а другой убийца. Своего собственного, своего собственного брата. И вот вы знаете, мы иногда относимся к библейским персонажам как к каким-то таким полумифическим личностям, которые дышали другим воздухом и ходили по другой земле. Но вот если мы с вами представим, это были люди, ведь такие же из плоти и крови, как мы, с такими же чувствами, с такими же эмоциями. И вот, смотрите, один ребенок убивает другого. Какая надежда? Получается то, что Бог обещал не исполниться. Боль и разочарование, когда и не только дети погибают, а словно вера в Бога, вера в Божье обетование, вера в Божье Слово погибает. Что делать? Я думаю, что немало людей здесь, которые проходили через какие-то испытания, когда ты во что-то верил, на что-то уповал всем своим сердцем и постоянно о чем-то молился, просил, ходатайствовал. И вдруг проходит время, и то, что, казалось бы, внушало тебе надежду, что твоя молитва будет отвечена, Божье обетование будет исполнено, Слово Божье не останется без сил, вдруг это все разваливается, словно в один момент. И ты не просто переживаешь какую-то беду с человеческой точки зрения, ты переживаешь некое внутреннее крушение, некое духовное крушение, то, во что ты верил, то, на что ты уповал, то, что было таким вот основанием, что ли, невидимым основанием твоей жизни, оно словно трескается, все крушится, все разваливается. Ладно, это земные беды, но когда разваливается упование на Бога, упование, что Его Слово исполнится, это же самое великое крушение, когда внутри у тебя все рушится, и человек, он словно по Гоголю мертвый душ. Вот эти люди, которые вроде бы внешне двигаются, что-то там говорят, но внутри совершенно мертвые, неживые, потому что вот эта стержень, наполненность, жизнь, она словно потерялась, словно ушла. Я, к сожалению, знаете, таких немало встречал людей, в том числе в христианстве, которые приходят, да, и были какие-то боли там за спиной, трагедии за спиной, но приходят в церковь, и словно Богу дает надежду, что все будет хорошо, все будет восстановлено, и ты однажды поразишь дьявола прямо в голову, несмотря на все его попытки сжалить тебя в пяту, и ты словно воскрешаешь, ты радуешься здесь, в церкви, восстановлен, есть надежда, горячо молишься, славишь Господа от всего сердца, и вдруг, бах, и словно мир рушится. Ладно, у тебя были какие-то трагедии до твоего уверования, до твоего покаяния, до твоего прихода в церковь, это ты как-то можешь объяснить, но как объяснить вот это, как объяснить это, то, что сейчас произошло, после уверования, несмотря на все твои горячие молитвы, несмотря на все твое сердце, несмотря на все твое упование, и поэтому, драгоценное, когда мы приходим с вами вот в четвертой главе, к двадцать пятому стиху, я думаю, вы его сейчас как-то по-новому воспримите. И вот двадцать пятый стих говорит, «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла имя ему Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Вот мы читаем часто вот Ветхий Завет, вот эти все родословия, кто кого родил. Знаете, просто так информативно. А ведь это судьбы, это жизни людей. И вот этот небольшой стих, но представьте, когда все, во что ты верил, закончилась трагедией, как верить после этого? Когда ты горячо молился, уповал, а это все вдруг разрушилось, ты приходишь снова в церковь, и здесь говорят, «Верь в Господу, уповай, ищи Его всем сердцем». А у тебя внутри идет диалог с проповедником. Пастор, да я уже верил в Господа, я уже уповал, я так горячо молился, как только мог, всем моим сердцем. и это закончилось ничем. И ты снова стоишь на сцене, и снова призываешь меня уповать, снова призываешь меня верить, молиться, а веры уже нет. И очень часто такие люди, если и остаются в церкви, и продолжают ходить на собрания, то они больше ходят формально, больше ходят вот формально, вот ходят инерции словно. Я помню, когда очень много-много лет назад проходили в Израиле поездки, и были конференции, я был участником одной из таких больших конференций в Иерусалиме, куда съехались русскоязычные христиане из разных стран СНГ. Было такое собрание, и там я помню, я помню, приготовил такую проповедь, я помню, приготовил проповедь такую радостную, такую, потому что, когда, если кто-то из вас был в Израиле, ты приезжаешь в Израиль, особенно мы, уральцы, приезжаем в Израиль, у нас тут, к сожалению, даже летом солнышко не часто, правда же? Все тут вот, но солнышко мало, и из этого мы такие хмурные несколько, правда же? Солнышко мало, чего веселиться, то есть мы хорошие, но как в песне, на лицо ужасные, добрые внутри, вот это уральцы такие, да? Но мы на лицо очень хмурые, даже часто приезжие говорят, что-то вы тут на Урале какие-то такие хмурные все, я говорю, да мы добрые, просто лишний раз не улыбаемся. И когда вот мы приезжаем куда-нибудь в Израиль, да, а там постоянно солнце, даже зимой солнце, тут невольно такое настроение, у тебя веселое, у тебя так хорошо, я помню, я такую проповедь проготовил, там радостную, веселую, и вот было время, когда я должен был на этой конференции в Иерусалиме проповедовать, я помню, готовился к этой так проповеди, так, а внутри меня что-то происходило, словно Бог мне говорил, другую тему взять, а у меня так все было подготовлено, примеры подобраны, должно быть весело, смешно и легко, а там все по-другому было, я говорю, Господь, я хочу как-то вот, когда конференция хочется как-то вот проповедовать, так весело, лихо так вот, ну как на конференциях все, весело, лихо, и все разъехались, вот, потом, вот так вот, а у меня какая-то тема тяжелая, тяжелая была, и я помню, так тяжело было мне, была просто борьба внутри, между той проповедью, которая должна была так вот, круто прозвучать, и у меня была заготовлена, и тем, что я чувствовал, я должен говорить, а у меня это было вообще, то есть у меня кроме, вот как вот, то, что я должен сказать, даже, даже, ни примеров не было, то есть я не готовился к этой теме, но я чувствовал, должен об этом говорить, я об этом, помню, с трудом согласился, я об этом стал говорить, и помню, после собрания подошли, подошла вот, вот эта семейная пара, и сказали, одна, они были уже пожилыми людьми, они говорили, что они много лет назад переехали в Израиль всей семьей, и потом у них, их дочь с внуками, летела к родственникам, они сами из Новосибирска, и летела к родственникам на одном самолете, и потом этот самолет потерпел крушение, был избит и упал в Черное море. Помните, много лет назад была эта история? И они говорят, что, они сказали мне, что они после этого, это просто вот то, во что они верили, оно словно разрушилось, они потеряли детей, они потеряли внуков, вот так вот в один момент. Он вообще перестал ходить в церковь и не посещал. А она сказала, я ходила в церковь, но это было формально, говорит. И вот они в то утро, говорит, мы долго боролись с желанием пойти в церковь, потому что, говорит, мы придем, а это как всегда конференция, там в Израиль съехались с разных стран, веселые христиане, которые от того, что они на святой земле еще веселее становятся. И говорит, вот, а нам, говорит, не хотелось веселиться, а вот нам не хотелось там прыгать, скакать, говорит, у нас вообще вот, ну не то совсем внутри. Вот, но они в конце концов все-таки решили пойти на собрание и сидели, и они пришли как раз на то собрание, когда я должен был проповедовать, и я как бы почувствовал, словно вот то, что мне Бог дал, когда они мне рассказали вот о всех деталях этой проблемы. Они говорят, Виктор, мы, говорит, пришли, и было ощущение, словно ты говоришь, ты говоришь именно для нас, рассказывая детали нашей беды. И берешь места из Писания. И они были оба в слезах, я помню, мы там прямо у сцены встали на колени, и мы молились, молились вместе, молились вместе с ними. Вы понимаете, иногда такое происходит. Я стараюсь быть просто открытым перед Господом. Я не говорю часто, Бог так сказал, Бог так сказал, но я стараюсь быть открытым, особенно перед собранием. Я всегда хочу быть открытым, особенно перед собранием. И я иногда чувствую, словно тема, о которой я собирался говорить, и тема, которую меня словно, вот он побуждает об этом говорить. Это другая тема, и так бывает сложно поменять, потому что то, что ты собирался говорить, ты это готовишь специально, а то, что он вкладывает, оно как-то всегда экспромтом идет. Но я замечаю, если вот смиряюсь, то что-то совершать, иногда даже я сам не понимаю. Ко мне порой люди даже, вот у нас в церкви после собрания приходят, и они думают, что мне кто-то что-то рассказал, и там в церкви кто-то в сплетни, слухи до пастора дошло. Пастор вышел на проповедь, и тут начинает разбираться с проблемами каких-то конкретных людей. На самом деле я не знаю об этих проблемах, я просто стараюсь двигаться в Духе Святом. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Бог говорит. Я помню, одна сестра, она говорит, Виктор, ты не мог не знать. Я говорю, сестра, ну перед Богом тебе говорю, я не знал. Она говорит, тебе кто-то рассказал. Нет. Нет. Поймите, не нужно никому что-то рассказывать, не нужно пастору рассказывать, потому что Бог-то знает все. И как это кому-то не странным кажется, иногда он говорит не только через заслов, но даже через пасторов. Бог может сказать тебе. И вот, вы знаете, они мне говорили, вот эта пожилая уже пара там в Израиле, они мне рассказывали, рассказывали, что вот как вот им трудно было. Вот мы, говорит, ходили в церковь, вот все вроде то же самое, и церковь та же самая, и проповеди те же самые, и Библия та же самая. А мы словно стали другие. Вот мы ходим, нам говорят о вере, о надежде, о любви, об уповании, о дерзновении. А у нас вокруг как бы броня нашей беды, нашей трагедии. И мы ничего не слышим. До нас это не доходит. Как будто слова идут, и где-то вот в сантиметрах 15-20 от тебя они пум падают. И не доходят. Пум падают. Ты слышишь, но... Поэтому Иисус говорил, имеющие уши, да, слышат. То есть важно уметь услышать. Не просто слышать, а услышать что-то. Что Он собирается сказать тебе. Потому что мы верим в живого, действующего Господа. Который сегодня здесь находится с нами. Мы Его не видим, но Он здесь. Мы Его физически, может быть, не слышим. Но если ты настроишься внутри, ты можешь услышать, что Дух Святой говорит сегодня. Что Дух Святой говорит именно для тебя. И вот вы знаете, они когда говорили мне вот о том, что... Они говорят, и пасторы, понимаешь, и вот сегодня, говорит, мы пришли. И вот что-то как будто произошло. Вот эта броня, которая вокруг нас. Которая... Из-за которой ничто до нас не достигало. Она словно была разрушена. И нам снова захотелось верить, любить и доверять Богу. И я их понимаю. Это очень трудно, очень тяжело. Снова. Потому что когда ты что-то думал, что-то планировал. А это все закончилось бедой или трагедией. А тебе говорят снова там, уповай давай на Господа. Давай доверяй Ему. Как снова доверять? Поэтому я еще раз прочитаю вот 25 стих 4 главы. И познал Адам еще жену свою. И она родила сына и нарекла ему имя Сив. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Вот вы знаете, если ты что-то делаешь, и это заканчивается болью, бедой, трагедией, Как ты это можешь делать снова? Страх. Страх приходит. Ты думаешь, Бог, вообще детей не надо. Лишь бы этой боли не было, через которую я прошел или прошла. Может быть, без детей тоже не очень, но хоть не буду так страдать, чем после последних событий. Когда у нас с супругой в начале 90-х годов умер спустя месяц после рождения наш первый ребенок, наш первый сын. Я об этом рассказывал, не буду об этом говорить долго. Он прожил всего месяц, и там его пытались лечить лучшие врачи нашего города. Ничего, они сами сказали, что что-то необъяснимое произошло. И хотя потом прошло какое-то время уже, да, и мы продолжили служение, да, и хождение в церковь. Но я помню, когда после этого моя супруга снова забеременела, и внутри нам сказали у вас дочь, мы с ней боролись, вместе с Дианой, мы боролись со страхом каждый день. Вот она была беременна, а у нас, у меня вот часто какие-то картины были, что все, этот ребенок тоже погибнет. Все, вот тот погиб, и этот погибнет. Какой-то страх приходил, и когда, я помню, страх приходил, мы специально возлагали руки на живот вместе с супругой. Мы молились за него, но постоянное было вот это внутреннее сражение со страхом. Нам оказалось все, и это тоже будет плохо. И такие черные картины. О, там вот была проблема, ты молился, ничего, а тут что? Тоже проблема будет, ничего не сможешь. Это ввергало в такую панику, что я говорю, вот мы молились каждый день. Каждый день возлагали руки, каждый день ходатайствовали, каждый день просили Господа. И самый главный, самый главный страх, это был страх потерять все. И я помню тогда, Диана молилась, и вот у нее пришло такое один раз откровение, да, уже после вот этой трагедии, она словно внутри себя получила слово. Бог сказал ей, говорит, однажды ты будешь наслаждаться материнством. Вот это слово. И она со мной этим поделилась, она говорит, мы будем наслаждаться детьми. И вот это слово есть, а страх тоже есть. И словно вот с одной стороны мы будем наслаждаться, а с другой стороны картины. Ну вот уже понаслаждались, и тут ничего хорошего не будет. И вот, знаете, было на одной из, наверное, тяжелейших периодов нашей жизни. Как будто вот, знаете, лучше вообще ничего не познавать, ничему не доверяться, ни на что не надеяться, чем надеяться и разочароваться, надеяться и потерять, и потерпеть поражение, трагедию. Понимаете, о чем я говорю? Лучше вообще не познавать эту Еву, чем рождаются дети, которые вот так вот заканчивают свои жизни, с которыми вот такие-то вещи происходят. Лучше вообще никакой близости не надо, чем близость, которая заканчивается бедой такой. И как я сказал, когда мы уповаем на Господа, вот само слово познание, не случайно познание, в Библии означает также близкий контакт между мужем и женой. Адам познал жену. Когда мы говорим о познании Господа, это же то же слияние, то, что пишет апостол Павел, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. И, предположим, в твоей жизни есть удивительные моменты, когда ты соединяешься с Господом, какие-то вещи происходят, у тебя какие-то планы рождаются. И вдруг эти планы заканчиваются трагедией, бедой. То, на что ты там молился, уповал, вообще не происходит ничего. И ты снова приходишь как бы по инерции в церковь, слушаешь проповеди, слушаешь эти песни про славления веселые, вдохновляющие. Но вокруг тебя вот эта стена, до тебя это не доходит. И ты говоришь, Господь, я больше познавать Тебя, сближаться с Тобой, сливаться с Тобой, боюсь. Я не хочу еще раз пережить такое разочарование, еще раз пережить такую боль, такую беду, еще раз пережить все это. Нет, Господи. Нет очарования, нет разочарования. Нет надежд, нет крушений. Лучше у меня вообще не будет никаких надежд, никаких не будет планов, ни на что не буду надеяться, ни на что не буду уповать. Зато и боли такой не переживу, и трагедии такой не переживу. И проблемы у меня такой не будет. Лучше вообще не нужен, не надо мне никакого сифа. Потому что предыдущие-то дети как закончили, где гарантия, что с этим что-то не случится, а я уже еще раз через это пройти не готов. Это уже будет именно той соломинкой, которая просто сокрушит меня окончательно. Поэтому, Господи, пусть я так вот тихо, мирно, как-то вот пройду остаток моих дней без особых там вершин, зато и без боли особой, без особых надежд, но и без горя особого тоже. Вот просто так формально. И вы знаете, к сожалению, церкви наполнены людьми, у которых формальная вера не потому, что они какие-то там ужасные, плохие, а потому что у них такие там руины за спиной, о которых они хотят забыть, и они боятся подобного повторения. Поэтому, да, буду продолжать ходить в церковь, буду продолжать быть на собраниях, ну так, чисто вот, вот пришел, ушел. А когда ты слышишь там, давайте будем гореть, давайте будем сближаться, давайте будем соединяться, ты думаешь, нет, 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 у меня уже это было, и это закончилось болью, было уже познание. И вот что произошло, зачем мне еще какое-то познание? Никакого не надо. Просто формальность, просто я тут, я ни на что не надеюсь. И вот такой человек в футляре происходит. Человек в футляре. И вот вы знаете, вот после всех этих бед и трагедий, словно в нашей жизни вот возникают какие-то такие весы, вот что перевесит, познание или боль? Нам после этой боли, после этих трагедий страшно снова надеяться, страшно снова открыться, ведь для познания необходимо обнажиться, раскрыться. Точно так же для познания Бога ты должен быть открыт, очищен перед Ним от всего этого, на нас новую, потому что чистые сердца Бога узрят, а ты закрыт, ты сам в себе, ты отделен от всего этого. Для тебя вера, там оно, да, да, оно где-то там, а сам ты, ты никого не допускаешь внутрь себя, никому не доверяешь себя. Как я помню, в свое время любил говорить, что ежик вроде бы защищен иголками, от ударов врагов, но одновременно он этим, за этими иголками защищен, и от поглаживания друзей. И ты думаешь, да, может быть у меня и каких-то друзей не будет, но зато и не ударит никто. Вот эта изоляция вокруг тебя происходит, и ты живешь в такой изоляции. Поэтому некоторые в церковь перестают ходить, вот смотрят онлайн проповеди, да, потому что есть внутри что-то, то, что было посеяно, а в церковь словно ноги не несут, потому что я приду, тут все улыбаются, тут все руки жмут, тут все спрашивают, как дела, помолиться может быть за что-то, а я не хочу ни за что молиться, уже молился, уже знаю, чем это бывает закончится, я не хочу ни на что надеяться, что будет, то и будет. Надеяться не надо, тогда я не сокрушусь, тогда я не разочаруюсь. И вот есть вот такие, к сожалению, вот иногда с возрастом, с духовным возрастом у христиан вот такое происходит, формальное происходит. И поэтому, вот я и говорю еще раз, вот вникая в эти слова, да, и познал Адам еще жену свою, чего это им стоило? Новая близость, новая открытость, новые надежды, потому что трудно пробиться через боль. Мы уповали на Господа, но не получили ожидаемого. Все произошло наоборот. И внутри рано. И даже если продолжаем ходить в церковь, окружены этой стеной боли. Поэтому мы молимся, но не общаемся уже с Господом. Читаем Библию, но не слышим в этом слова для себя. Делаем больше формально. Посещаем церковь, но уже не являемся частью Божьего народа, не чувствуем себя едиными с остальными. Вот так вот сам по себе пришел, сам по себе, сам по себе ушел. И вот вы знаете, вот это вот место, которое словно ставит вопрос, а что в твоей жизни победит? Познание или боль? У многих побеждает, к сожалению, боль. Но та история, которую мы читаем, здесь побеждает познание. Познал Адам и Еву, она еще родила. И когда мы с вами приходим к пятой главе книги «Бытие», первые стихи, я прочитаю. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет, и он умер. И вот посмотрите, когда Адаму исполнилось сто тридцать лет, у него родился Сиф. Этот сын стал его благословением. Этот сын в конце концов и стал воплощением того слова, которое в свое время, тяжелое время, время наказания за грехопадение, тем не менее Бог дал это слово, слово надежды, что семя твое будет поражать врага в голову. И хотя первые их дети, мы видим, как это все печально закончилось, в конце концов, Библия говорит, у Бога не остается бессильным ни одного слова. И Бог дал им ребенка, хотя я думаю, это была большая внутренняя борьба, но Бог дал им еще сына, которого нарекли Сиф. И этот Сиф и стал тем благословением. Христос, который в конце концов и победил дьявола на Голгофском кресте, поразив его в голову, этот Христос и был потомком Сифа. То есть, Божье пророчество исполнилось, семя жены поразило дьявола в голову. Сын Марии Иисус одержал победу над Сатаной на Голгофском кресте. Ничего бы этого не произошло, если бы в жизни Адама с Евой победила боль, и они так и никогда не решились бы на еще зачатие и рождение детей, если бы они не открылись для нового познания. Причем, вы знаете, вот интересно, мы тут читаем вот это в пятой главе, да, вот, здесь вообще не упоминается о Каине и Авеле, словно это вообще на какое-то время было просто изглажено. И драгоценное точно так в нашей жизни. Если мы не поддадимся этому страху, если мы не поддадимся этому отчаянию, то Божья воля, Божье благословение исполнится в нашей жизни. И Бог не только исполнит то, что обещал, мы видим много примеров в Библии, что Бог дает с избытком. Бог не просто дал им Сифа, сына, потомком которого спустя века был Иисус Христос, победивший сатану. Бог, помимо этого, да, Адаму было 130 лет, родился Сиф, еще он после этого 800 лет жил. И написано, Бог дал им много сыновей и дочерей за эти 800 лет. Бог не просто исполнил то, что обещал, Он дал это с избытком. Я могу представить себе этот момент, когда уже 900-летний Адам, трудно себе представить, но они были ближе тогда к Эдемскому саду, чем мы с вами, там грех начал работать, но они еще жили под 900 лет, мы уже только по 90. По 900 лет жили. И вот Он сидел, представляю, как патриарх, и куча детей сидел. Я не знаю, сколько Он за 930 лет своей жизни там у Него детей было. Помнил Он там всех имена или нет, не знаю. Но Он вот сидел, и Он посмотрел, да, в их жизни была боль, в их жизни была трагедия, но они превозмогли, они не сдались, они не потеряли эту открытость, они решили еще на познание, решились еще на познание, и вот Бог исполнил то, что обещал. Когда сегодня мы со своей супругой смотрим на наших детей, на наших дочерей, на нашего сына, мы радуемся, мы думаем, Бог исполнил то, что тогда, в начале 90-х годов, когда мы с ней проживали один из тяжелейших периодов нашей семейной жизни, после той трагедии, когда казалось, вот, ну да, Бог говорит, но когда Бог говорит, это всего лишь слово, всего лишь какое-то ощущение, всего лишь что-то внутри тебя, какая-то маленькая надежда, а беда, она такая реальная, такая большая, и она словно вокруг тебя, но если ты не поддашься этой большой беде, а будешь уповать на Господа, не оставишь это пламя надежды, но будешь его раздувать, чтобы оно было сильнее и сильнее, мы видим, слово Божье говорит, ты не останешься в посрамлении, поэтому, драгоценный, не сдавайся, не отчаивайся, продолжай идти, Бог тебя благословит, во имя Иисуса Христа. И в самом конце я хочу прочитать из книги притч, 20 главу, 30 стих, раны от побоев врачество против зла и удары, проникающие во внутренности чрева, раны от побоев врачество против зла. Парадокс, да? И удары, проникающие во внутренности чрева. Как раны, как удары, которые не просто там где-то снаружи, внутрь проникают, как эти удары могут быть врачевством, как они могут нас лечить? В современном переводе еще более так четко сказано, я люблю именно современный вариант, 20 глава, 30 стих. Если у нас рана от побоев врачество против зла, в современном переводе говорится, боль способна изменить человека изнутри. Это величайшая истина, величайшая истина Библии. Но тут очень важно сделать одно необходимое замечание. Сама по себе боль не исцелит тебя. Сама по себе боль не изменит тебя изнутри. Не будь этим врачеством против зла. Люди, переживающие боль и оставившие надежду, люди, пережившие боль без Бога, приходят только к разочарованию, отчаянию и опустошенности. Но когда ты переживаешь боль, но не оставляешь Бога, а продолжаешь уповать, то вместе с Господом боль может быть для тебя, даже боль благословением. А без Бога эта боль может быть сокрушением. Поэтому когда ты проходишь через тяжелейшие вещи, трудные вещи, когда не просто что-то внешне разрушается, когда словно внутри тебя происходит крушение каких-то твоих надежд, каких-то твоих упований, то вот в этом состоянии у тебя словно возникают невидимые весы. Что ты выберешь? Каким путем ты дальше пойдешь? Боль или познание? Что победит в твоей жизни? Боль или познание? если ты избираешь просто боль, просто трагедию, и ты хочешь просто до конца своих дней сидеть в пепелище, посыпать этим пеплом свою голову, тогда эта боль не будет для тебя благословением и не поможет тебе, и не изменит тебя изнутри. Но если ты, проходя через боль, через крушение, через трагедии, как Иов внутри себя будешь хранить и говорить, а я знаю, искупитель мой жив, а я верю, надежда моя не потеряна, что Бог обещает благословить тебя, как Он благословил Адама, сдав ему много-много потомков, как Он благословил нас, когда мы проходили через это, и мы сегодня радуемся, глядя на своих детей. И вы знаете, я так рад, что вот это слово, оно помогает, оно мне помогло в свое время, оно помогло той пожилой паре, там в Иерусалиме, которые пришли на эту конференцию и пережили возрождение своего упования на Господа. Но что интересно, я помню, после этого была одна конференция в Германии, где я также был приглашен, и я проповедовал, и после собрания ко мне подошел мужчина со своим ребенком, с дочкой подошел, и он рассказал мне, что оказывается, там была телевизионная трансляция тогда из Иерусалима, и он смотрел ту же самую проповедь, которую я там проповедовал, а у него была беременная жена, которая во время родов умерла, это он пришел и говорит, Виктор говорит, мне было так тяжело, ребенок чудом выжил, а супруга умерла, говорит, и у меня вообще такая была обида на небо, на Бога, мы так ждали ребенка, и так все закончилось смертью супруги, он говорит, и я уже, говорит, я, продолжал вроде бы оставаться верующим, но внутри веры-то не было, и он говорит, каким-то удивительным образом, мы сидели дома, перебирали канал, и вдруг наткнулись на эту конференцию из Иерусалима, и как раз была та самая проповедь, которая, говорит, также помогла мне восстановиться, и он, помню, подошел ко мне и говорит, вот эта дочка, которая тогда выжила, а жены нет, помоли за нас, пастор, я помню, тогда мы плакали и молились, и он мне сказал такие вещи, спасибо, что ты помог мне восстановить веру, не посещение церкви, восстановить веру, и вы знаете, Дух Святой, он помогает, он не допускает до нас испытания сверхсил, мы порой проходим, и я понимаю, иногда нам кажется, что это как раз именно сверхсил, но запомни, если ты переживаешь это, значит, Бог до тебя это допустил, а если Бог допустил, Он не даст тебе испытаний сверхсил, да, трудно, да, тяжело, но ты сможешь прийти, ты сможешь это все преодолеть, и я знаю драгоценные, что в жизни практически каждого из нас есть какие-то крушения, крушения надежд, причем не просто надежд, а надежд, связанных с Богом, с Божьим Словом, с Божьими обетованиями, надежды, которые зиждились на молитвах, на нашей вере, и которые кончились совсем не так, как мы этого ожидали, и приходит ощущение, словно, вот с этим всем, и мы закончились, и продолжаем жить по инерции, как я сказал, мертвые души, и ходить в церковь, если продолжаем, то тоже только по инерции, а лучше вообще не ходить в онлайн-трансляцию, смотреть, в лучшем случае, и то. Но, драгоценный, если ты здесь находишься, поймите, формальное посещение церкви, оно ничего не дает, по сути. Богу нужны наши сердца, а не только наши голоса, не просто наше посещение, ему нужен ты. Иногда нам непонятно, почему таким сложным путем нас Господь ведет, почему мы пережили именно то, что пережили, и встретили то, что встретили. Почему мы так разочаровались, почему мы думали одно, а получилось другое, рассчитывали так, а все вышло этак. И хотя, конечно, бывают в этом замешанные люди, но все равно главное-то у нас вопрос не к людям, главное-то у нас вопрос к Господу. И вот эта история самой первой семьи человечества дает нам величайшую надежду. Они прошли через боль, через трагедию, через потерю, но они не сдались, и Бог благословил их. И слава Богу, они не отчаялись, у них родился Сиф, и спустя поколение родился потомок от Сифа, Иисус Христос, Сын Божий, ставший благословением для всего человечества. Точно так же, когда мы не сдадимся, мы не отчаемся, Бог восполнит все и даже больше, чтобы мы были и сами благословлены, и другие были благословлены через наш, и даже через ту боль, через которую мы прошли. Я вам рассказывал, когда мы прошли с супругой через ту боль, казалось бы, такая беда, такая трагедия, никогда не хочется переживать вновь такое, но боль с Богом пережитая, прошедшая, меняет тебя внутри, и Бог словно сделал нас более мягкими, более живыми, более сострадающими, более открытыми к тем людям, которые сегодня проходят через боль, сегодня проходят через страдания сегодня проходят, через тяжелейшие периоды в жизни. Я могу чувствовать, почему? Не потому, что я просто знаю, я сам проходил через это, я сам переживал это. И точно так же, как Бог помог восстановиться нам с супругой, Он восстановит каждого из нас и благословит, и наполнит, и совершит. Потому, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И каждый верящий в Слово Божье доскажет Аминь. Сейчас давайте закроем глаза и склоним головы перед Богом. Я знаю точно, поскольку Господь побудил меня снова взять именно эту тему, значит, здесь есть кто-то, кому это нужно больше всего. И я молюсь за Тебя сейчас, брат, я молюсь за Тебя сейчас, сестра, чтобы Господь укрепил, Господь оживил, чтобы разрушился тот панцирь, который создался вокруг Тебя, когда Ты словно дистанцируешь себя от всего, дабы не пережить снова подобную боль, подобное страдание, чтобы сокрушился вот этот футляр, этот панцирь, и Твое сердце снова забилось, снова стало живым, жаждущим и открытым перед Господом. Всемогущий Господь, косни сейчас тех людей, которые в это последнее время что-то пережили, что так сильно повлияло на них Господь. Я молю мой Бог, чтобы они не оставили настоящего упования, не оставили живой веры, не оставили Господь открытости, и те из них, кто в последнее время из-за этого закрылся, закрыл себя в этот футляр. Я молюсь сегодня, мой Бог, чтобы пришла свобода, ты пришел вывести измученных, из темницы, Господь, из темницы нашего самосожаления, из темницы нашего отчаяния, из темницы нашего разочарования. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, коснись людей, у которых внутри страх, страх снова уповать на Бога, страх снова открыться перед Господом, страх снова познавать Его, страх снова верить, верой живой, не мертвой. Коснись и Дух Святой, покажи, мой Бог, что, да, может быть, мы многих вещей не понимаем, многие события мы не можем объяснить, но потому мы и верим Тебе, что не все можем объяснить, не все можем знать. Если бы мы знали, зачем нам и верить, но мы не знаем, поэтому доверяем, что Ты благой. Даже когда мы не знаем это, даже когда мы не можем всего объяснить, Ты благ и милостив. В имя Иисуса Христа коснись, Дух Святой, каждого человека здесь. Восстанови, мой Боже, тех, в чьей жизни произошли эти болезненные, тяжелые вещи. Восстанови, прежде всего, внутри. И ты трости надломленной не переломишь, не доломаешь ее до конца. Ты перевязываешь, ты восстанавливаешь, Господь. Восстанавливай нас внутри, восстанавливай наше сердце, восстанавливай нашу веру и надежду. Восстанавливай нас, Господь. Чтобы мы открылись для нового познания, чтобы мы открылись для нового упования. Чтобы мы открылись для нового слияния, соединения с Тобой, великий и всемогущий Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы можем, Господи, быть честными перед Тобой, настоящими. Мы можем быть открытыми и говорить Тебе о своих переживаниях, о своих опасениях, о своих страхах, о своих сомнениях. Потому что ты утешитель, ты восстанавливающий руины, ты любящий Господь. И ты всезнающий. Я молю, чтобы мы доверяли больше не своему разуму, а Тебе. Не своему пониманию, а Тебе. Потому что все, что мы понимаем, настолько ограничено. Наше знание настолько небольшое. Мы не знаем всего, не видим, не понимаем. Но мы уповаем на Тебя, что Ты все сведешь туда, куда надо. Ты ведешь нас, Господь. И все в итоге соединится под головою Христа. Поэтому, Боже, мы открываем свое сердце. Мы открываем свою душу. Мы хотим нового познания. Мы хотим нового соединения. Мы не собираемся обменивать живую веру на мертвую религиозность. Настоящее соединение с Тобой на формальное христианство. Мы жаждем настоящего. Тебя, Боже. Поэтому я молю, касайся сейчас моих братьев и сестер. Восстанавливай надежду. Восстанавливай веру. Восстанавливай сердце, Господь. Мы верим. Солнце правды взойдет. Мы верим, Господи. Твоя благость и милость наполнят нашу судьбу, нашу семью, церковь. Они наполнят больше и больше, больше и больше. Я молю, чтобы мы не сдавались, не отчаивались, не ввергли себя в эту депрессию, не ввергли себя в эту мрачную, безрадостную жизнь, Господь. Ты во тьме сжигаешь свет. И пускай этот свет, как вифлеемская звезда, ведет нас дальше к Тебе. По имя Иисуса Христа благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь.